друзья приветствую максим из города борисов республика беларусь прислал вот такую посылку с образцами двух масел так сейчас я вам покажу это у нас total quartz 7000 дизель 1040 это первая значит пара образцов и 2 евро донат благодарю максима вторая пара образцов это масло 77 lubricants engine oil hdx 1040 тоже все-таки полу синтетики какие-то так и здесь данные уже по total да значит вот первым делом я проверю 77 lubricants масло вот эти образцы сейчас я покажу два свежих 2 2 отработки вот но там момент значит отмечу один момент интересный наш нашел уже во время монтажа так значит измеряю первым делом спектрограмму данного масла вот такая спектрограмма сейчас я увеличу фрагмент посмотреть на наличие стеров даже такое масло посмотрим смотрите да есть и стеры где-то полтора процента восемь сотых так выбираю подкорректировать потому что после обновления на болванке спектрограммы данные смещаются это лимиты ну и посмотрите что папа по данным как-то странно очень да опять низкий уровень противоизносной присадки но возможно это общая тенденция ее не докладывают вместо нее добавляют эстеры они создают более прочную пленку ну как бы замещают из экологические соображения хотя здесь такое масло непонятно это си ай-4 сл а3 b4 так далее в нулевые значения вывожу гликоль и сажу чтобы видеть те изменения которые возможно произойдут в отработке значит такая нулевая будет . и вот смотрите здесь интересный момент 9 и 5 я сначала подумал низковато потому что в тех данных которые прислал максим было указано 11 4 и я думаю почти два едини две единицы разницы это много вот даже с учетом госта для отработки и для свежего но потом когда монтировал я нашел данные в российском представительстве указано 10 и 4 вот вот это более реально 10 и 4 это как раз идеально вот попадает вот в разницу по гостам кстати в описании эта статья можете почитать в чем она заключается вот и все-таки здесь не 11 4 в этом масле здесь ошибочная указал но к сожалению поздно я это обнаружил так значит и mercedes-benz 310 ты 1 90 года 2 9 дизель я так понимаю атмосферный наверно 8 литров масла объем пробег больше 500 тысяч ну вот и пробег на масле и посмотрите это масло из этого автомобиля уже второй раз проверяется ситуация точно такая же высокий уровень сажи с топливной есть проблемы однозначно на таком небольшом пробеге 145 моточасов 223 сажа то есть фарс с форсунками скорее всего проблема и опять кислотная зашкаливать там было 67 или 68 здесь 76 кислотная посмотрите противоизносных уровень 200 процентов вот но очень странно честно говоря для меня почему так держится щелочное то есть это какой-то вот в этом скорее всего баскер опор вот эта присадка противоизносно в топливе это однозначно она сюда попадает она дает такое закисление но почему-то она как-то бережно вот относится к щелочном не знаю почему все-таки химические эти концерны работают как-то возможно что они придумали какую-то методику но тут уже сложно мне сказать на прошлом анализе я прикреплю в комментариях видео блин но ситуация один в один то есть разные масла разное время эксплуатации но результат одинаковый это дает значит такую закисленность дает и противоизноска из масла сейчас я покажу вам картинку одну screen вот в подтверждение этого вывода так вязкость смотрите вязкость шикарно но видно что это трассовая эксплуатация высокая средняя скорость 55 километров в час то есть с маслом ничего не произошло масло отлично по вязкости работать не разжижение не загущения даже несмотря на такую высокую сажу ну по повязкости вообще вопросов масла нету так это голландская компания кстати да не забывайте отметить видео подписаться если не подписались и нажать колокольчик если хотите другие видео смотреть ну а сейчас традиционной оценка ресурса вот получается что в данном автомобиле на данном масле в этих условиях значит масло могло бы пройти 210 моточасов и по километражу это 11600 700 километров прошлый анализ показал 11400 или 500 то есть буквально там 100 200 километров разница по пробегу такие же данные были тоже 55 средняя тоже 8000 пробег но все одинаково то есть бы вопросов вообще нет только здесь больше сажи или это нарастает или это просто зимние условия ну что-то такое ну и вот смотрите я после того как промерил вязкость обратите внимание на лоток с черной ну с с отработкой посмотрите здесь есть вкрапления которые грубо говоря как бы как разорвали масляную пленку то есть я думаю как раз вот эта вот присадка вот эти капельки они как-то вот вокруг себя растворяют или они от выдавливают эту сажу я не знаю но вот очевидные вот такие значит что в масле здесь есть значит если возникнет вопрос почему 200 процентов там как такое может быть что так много противоизноски я хочу значит обратить внимание что обычно противоизноски в масле до двух процентов от полутора там по моему до двух процентов то есть но и вы можете посчитать до 22 процента даже на литре это у нас получается там в миллилитрах это 40 нет не 40 подожди сколько-то 20 20 миллилитров присадки для анализа используются две капли в капли примерно так грубо в литре 40 тысяч капель ну вот и посчитайте сколько капель сколько в капле этой противоизноски ну это там сотые там или тысячные мили миллилитра вот ну сотые скорее всего да там хотя может и тысячные поэтому даже небольшое минимальное превышение чем меньше числа тем точнее необходимо измерение вот для для такого уровня я считаю что измерение очень точные пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу вот такое масло принципе масло неплохое но я думаю что если максим отремонтирует топливную эту масло будет способна ходить намного дольше даже несмотря на преклонный возраст автомобиля такой высокий пробег вот ему мешает топливная система маслу работать дальше принципе щадящие условия 145 часов благодарю максима за предоставленные образцы за донат всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока